Эта петиция появилась сегодня на портале change.org. Автор предлагает установить в Красноярске памятник ветру, как самому основному борцу с загрязнением воздуха. И действительно, ветер, как всегда, помог снять режим НМУ, который был в очередной раз объявлен в городе. Красноярск снова задышал. В выходные дымка стояла над городом густой завесой. Общественники даже попросили помощи известного видеоблогера Юрия Дудя. Под последним его видео появились сотни комментариев, где люди просят помочь красноярцам и снять блог про черное небо. Но ответ пришел оттуда, откуда не ждали. Сергей Шнуров посвятил стихотворение «Черному небу Красноярска». А уже на днях в наш город собирается приехать столичный видеоблогер Катя Конасова. Девушка будет снимать блог про экологию. Мы получили большое количество запросов в директ ко мне и просто сообщений на тему текущей ситуации в Красноярске. Мы считаем, что данная история будет очень интересна широкой аудитории. Мы считаем, что данную тему нужно освещать и про нее нужно говорить. Поэтому завтра мы прилетим в Красноярск и возьмем несколько интервью у местных жителей, посмотрим, как обстоят дела на месте и постараемся со своей стороны максимально объективно осветить данную тему. Ресторатор Владимир Владимиров тоже решил придать огласке тему грязного воздуха и организовать митинг, посвященный проблеме экологии. По его словам, уже пора бить тревогу. В Канаде мне показывали предприятия, где вообще труп нет. Я говорю, а как? Они говорят, а у нас законодательство такое, что какой ты воздух взял, такой воздух ты обязан выпустить. Поэтому очистные стоят зачастую дороже самих производств. Поэтому всякие алюминиевые заводы, еще какие-то такие вещи выносят в третьи страны. Страны третьего мира. То есть я себя ощущаю сейчас страной третьего мира. То есть я живу в стране третьего мира. Я думаю, многие красноярцы это ощущают в дни вот этого черного неба. А не так давно в Красноярске начали продавать маски от смога. Аккаунт в интернет-магазина появился в Инстаграме. И, по словам владельцев страницы, все маски очень быстро раскупили. В Китае эта проблема давно буквально повисла в воздухе. Местные жители практически постоянно ходят в масках. Чтобы избежать этой участи, в марте в Красноярске организуют еще один митинг за чистое небо. Мероприятие еще не согласовали. Его планируют провести на Красной площади и собрать рекордное количество участников. Не только придут те там 1-2 тысячи человек самых активных, а то, что каждый в них просто в охапку возьмет друзей, знакомых. У нас придется действительно большущий массовый митинг. Прямо на фоне населения города, как бы ощутимый. На фоне вот этого миллионного. И тогда уже федеральным чиновникам придется обратить внимание на проблему, что-то решать. Потому что мы видим, местные говорят, говорят и говорят. Фактических шагов по решению проблемы почти нет. Если посмотреть сейчас на карту загрязнения воздуха на портале AirVision, то Красноярск сейчас обдувается ветром и воздух чистый. Но еще на выходных это было большое красное пятно, ярко выделяющееся на фоне всей страны. Уровень загрязнения по приложению AirVision можно увидеть, как обычно поднимается именно в ночное время. Это происходит около двух лет назад. Именно такое стало происходить. И дает основания делать выводы, что это именно больше промышленное загрязнение. Потому что автомобили не будут ночью, не увеличивается их количество. Печки частного сектора не могут так резко скакать и быть такой силы огромной загрязнения. Специалисты уже рекомендуют запасаться респираторами и устанавливать дома систему фильтрации воздуха. И не проветривать квартиру в условиях дымки. Антон Шевчук, Эдуард Баглай, Афонтова Новость.